Камельчанец Сергей Парцянков – скульптор-самовучка. На протягу 10-ти годов он створяет металличные скульптуры с деталями и механизмами. Первую строкозу Мастак сконструировал в 2006-м для Сябра. С тех часов его коллекция взросла до 25 работ. Началось все с того, что сделал для товарища строкозу на его газон. Строкоза у него долго его радовала. Вот на этом газоне хорошо смотрелась. Ну и я себе, не имея газона, но мне тоже захотелось иметь такую же строкозу, я сделал ее. Скульптура Сергея Парцянкова – металличные рыбы, строкозы, жуки. Джон, Пол, Джордж, Рынга и Брайан – это ипять раз являются тезками знакомитой четверки из Ливерпуля и их продюсера. Битлз – это те же самые жуки. Кожная скульптура складается в сотнях разных элементов – запчасток автомобилей, мотоциклов, компьютеров, будзильников. Головные инструменты Мастака – это дрель и отвертка, неякой спайки. Все излучения должны быть живыми и рухаться, лечить мастер. Любого из персонажей Сергея может собрать и разобрать за несколько часов, что очень удобно при организации выставов. Так, после очередной экспозиции, фотографии работ Сергея Парцянкова трапили в интернет. Там их увидели организаторы конкурса на премию Тейлора и сами запросили его до отдела. Скульптура, которая принесла перемогу – это Ураборос, скрученный в кольцо змей, который кусает себе за хвост. Наибольший распалсюдженный от лумачения символу – это бесконцы кругозворот жизни и вечность. Премия Тейлора уручается, что год у двух на прамках мастацтва – живопис и скульптура. Белорусский павильон был представлен у першыню. По умывах конкурсу у Парижа работа повинна быть с папирой и клеем. Тому Сергею довелось изробить копию металличной скульптуры. Процесс оказался складанным. Папира – это совсем новый материал для майстра. Отклавши инши справы, он поспел все подрактовать за два месяца. Папирового Урабороса привезли на самолете в апошный день приема работ. Но это не перешкодило ее стать первой в Парашене комиссии. Это было для меня, честно скажу, неожиданно даже, потому что это мир. Там участвовало более двух тысяч художников. Это все-таки что-то значит. И когда мне это сообщили, конечно, я был рад, я был горд и за себя, и за страну, потому что мы первые с Валентиной Шобой, которые получили в Белоруссии эту премию барона Тейлора. Ганна Каральчук, Валерий Гопанько, телерадиокампания «Гомель».